Всем огромный привет, дорогие мои любимые зрители! Здравствуйте! Сегодня у нас будет долгожданное интервью с Надеждой. И сегодня я буду задавать Надежде вопросы, которые касаются ее, ну, немножко личной жизни, творческой жизни, профессиональной деятельности. В общем, познакомимся поближе с петербурженкой элегантного возраста. И, Надежда, насколько я знаю, ты не скрываешь свой возраст. Нет, конечно, я не скрываю свой возраст, мне 51. Это... И все? Ну, как бы про возраст, наверное, все. 51 год. Вы только посмотрите, при этом Надежда выглядит просто исключительно. О твоей стройности я вообще просто молчу. Модель. Ты никогда вообще не хотела быть моделью? Я пробовала и, помню, 27 лет было мне, племянница меня затащила. Но, к счастью или к сожалению, это совершенно не моя история. То есть я как бы люблю быть за объективом, снимать на камеру на айфон. А перед объективом как-то вот не моя история. Именно как модель. Вот. Ну, я считаю, что чтобы быть моделью, не только нужно быть стройным. Нужно куча-куча-куча всего. И как в любой деятельности нужно хотеть, ну, как минимум, пожать это дело перед камерой, одеваться, переодеваться. Но и быть готовым трудиться, как в собственной любой деятельности. Это, кстати, на самом деле очень такой трудоемкий процесс переодеваться туда-сюда. Конечно. Согласись. Да, и кто это не очень любит, это на самом деле тяжело дается. Не так это просто. Но ты увлеклась в какой-то момент фотографии. Да. Это давно? Это давно. Это давно. Ну, начнем с того, что у меня трое детей, взрослых достаточно. Трое детей. Ну, кстати, про детей тоже можно сказать. Возраст. Да, конечно, скажу. Вот я почему-то и верю. Потому что старшей дочери 32 года, сыну 29, и вот младшая закончила школу сейчас на первом классе института, 18. Соответственно, если старшей дочери 32, соответственно, я занимаюсь фотографией вот столько лет. Потому что я нашла фотографию. То есть рождение детей, оно спровоцировало вот этот вот интерес. И тогда уже более-менее стали появляться какие-то фотоаппараты приличные или нет? Еще было, кстати, снимочек. Не-не-не, мы снимали, ну, муж, во-первых, снимал на пленку, мы с ним сами печатали. Это был такой процесс интересный. Но я была зрителем, я там была помощником. Вот. Я была стилистом, режиссером съемки, да, выставляла, оставила, снимала не я. Вот. Когда уже появились мыльницы какие-то, и уже дочери было года два, ну, полтора-два, я уже вовсю отрывалась сама. Ну, там уже не надо было печатать. И сейчас ты тоже занимаешься этим профессионально. Но, можно сказать, начинаю профессиональный путь. Именно профессиональный, только вот в самом-самом начальном пути. Но все равно к тебе можно обращаться уже за какими-то заказами. Все координаты я, кстати, оставлю. Но я просто хотела уточнить, что я снимаю. Как бы я не все снимаю. Я снимаю, я фотограф контентный. Снимаю для соцсетей, для Инстаграм. То есть очень люблю снимать процесс. Если у вас там что-то, визажист, я не знаю, вы портной, вы дизайнер. То есть я люблю снимать процесс. И снимаю видео на айфон для сторис. Вот год с лишним занялась именно видео для сторис снимать. Обожаю это делать. Вот в этой, так сказать, области можно ко мне обращаться. Я с удовольствием. Но мы оставим все координаты. Ну, а теперь переходим к личной жизни. Итак, ты замужем давно. Я замужем давно. Вот осенью в октябре было 33 года. Столько они живут. Да, за одним человеком. Муж у меня бизнесмен. Стабильный и прочный брак. Сейчас материально все спокойно и ровно, слава богу. Ну, а начинали, естественно, все с нуля. Вместе абсолютно без жилья, без всего. Все как бы с нуля. Все, что сейчас у нас есть, это заслуга нас обоих. А дети кто-нибудь уже есть замужем? Старшие оба и сын, и дочь. У них свои семьи. У меня два замечательных внука. У всех бабушки, у всех внуков. Я так мечтаю. И все никак. Ну, на самом деле, это отдельная история. Это не дети. Кто бабушку, то поймет. У меня старшему внуку 9 лет, второму внуку 2 года. Да, мальчишки замечательные. Самые мои сладкие мальчишки. Вот. И так, о чем мы говорим-то? Ну, мы фотографии. А, да. Благодаря детям и немножко вот о детях сейчас. То есть двое уже тебе подарили внуков. Да. Нет, а старшая дочь подарила. А, старшая дочь. Семьи, да. Семьи... А сын тоже женат. Сын женат, да, да, да. Ну, еще пока обнуков нету. Ага, понятно. Вот. Ну, а младшая студентка поступила сама на бюджет. Это наша гордость. Поступила на другой режиссера. Это как бы наша звезда, звездочка. Звезда, режиссер. Но она может помогать тоже тебе при создании каких-то На самом деле, у меня все дети снимают хорошо. И видео, и фото. И достаточно успешно. Сын даже как-то хотел заниматься прям этим. Но ему стало лень монтировать. Это тоже труд определенный. Монтировать, это большой труд. Ты знаешь. Я про себя знаю. Съемка может длиться 2 часа, а монтаж может занять Целую неделю. Да. И поэтому, как, наверное, многие мальчики, он такой Ленивый. Хотя у него были интересные проекты, мне очень нравилось. Но, в принципе, все дети видят кадр, видят, что снять. Очень часто мне помогают в том плане, что могут покритиковать маму. Мама, ну что тут сняла? Могут, как бы сказать, но он безинтересный. Естественно, я очень люблю у них спрашивать советов по каким-то новым гаджетам, по новым каким-то фишкам. То есть младший, например, снимает на GoPro с широким таком углом. Тоже своя. Это своя. У него есть свой канал на YouTube? Нет, нет, нет. Не блогерствует? Нет. Нет, они, как бы, спокойно к этому относятся, видимо, как и я. Но они все тоже видят кадр, видят картинку. Да, и достаточно так визуально они воспитаны хорошо. А что касается, вот я хотела сказать, младший, что... Тофина сейчас звукорежиссер. Звукорежиссер, да, и она еще как бы молодая девочка, юная девочка, не замужем. Но лет в 15 я у нее спросила, что-то в разговоре, говорю, «Ну вот, если у тебя будет все хорошо в жизни, какой-то смысл есть, у меня будет все хорошо в жизни?» Я думаю, культ на счастье у моих детей заложен базово. Мне это, как и маме, очень тепло. То есть они уверены в себе? Ну, они уверены, что будет все хорошо. Я не знаю, насколько в себе. То есть они верят, что в жизни все будет хорошо. Но это самое главное. Если бы люди не верили в то, что все будет хорошо, то ничего бы в этой жизни не было хорошего. Хорошо. А что касается моды, вот сейчас ты открыла с Галиной вместе шоу-рум белый, да, собственно, в котором мы и снимаем наше видео. И скажи, пожалуйста, ты была всегда модницей, тебе хотелось заниматься чем-то, связанным с этим? Да, я думаю, что всегда мне хотелось быть оригинальной. Даже не то, что модной. Я всегда хотела быть не как все. То есть вот как все, это вообще мне никак не нравилось. Если там, то есть мама у меня немножко шила, потом уже я шила, потом я даже шила так достаточно плотно, а шила для всей своей семьи, ну тогда ничего не было. Вот, ни ткани, ничего. И как бы я даже какое-то время достаточно плотно шила. И, соответственно, это именно потому, что хотелось быть не как все. Это было мне всегда с садика, я думаю, со школы. Насколько это модно, не модно, это другая история. Но, наверное, можно... Ну, ты сама себе модница, сама себе дизайнер, сама себе стилист, и сама себе, даже если надо что-то сделать, и сделаешь. Ты вязала? Пробовала, но вот это вот вязание не и мое. А у меня вот наоборот, я вот вязать могла? Я не успокаиваюсь, я наоборот нервничаю, если у меня там что-то не получается. А есть что-нибудь, что ты сейчас, может быть, шьешь, или хотя бы в планах делаешь, в магазин ткани заполнишь? Нет, я ушла от этой истории уже достаточно давно, но тяга к тряпочкам, естественно, она вот вылилась в шоурум. Вот, хотя это помещение я брала для фотостудии. Я отхотела здесь устроить фотостудию. Вот, но наша поездка с Галиной в Пензу перевернула все наши планы. Девушка, я импульсивная, и я говорю, о, я так вдохновилась этой маркой, что делать, что девочки делали в Пензе, поскольку мне близка, да, тема производства одежды. И дизайнер так меня просто очаровала, что я прямо говорю, господи, такая машина, да, Питер, Питер, Питер. И мы с Галиной вот все переиграли, стали сотрудничать, и вот родился у нас такой шоурум. Мы работаем в камерном режиме, потому что я совершенно, я и торговля, это вот как бы, ну, совершенно такие полярные понятия. Вот, а Галина отвечает именно на связи с общечностью, со всеми вот этими делами. Я за визуальную историю какую-то, вот. Но мы достаточно камерно работаем. У нас есть возможность такая позволить себе наслаждаться тем, что мы делаем. Это как бы, я думаю, что счастье для женщин. Да, здорово. Скажи, пожалуйста, а как ты назовешь вот свой стиль, одежды, вот, какой он? Я поняла, да, не такой, как у всех, но все-таки к чему-то ты больше тяготеешь. Например, я тяготею ко всему. Я тебе честно скажу, я настолько человек, который вот разрывается, ты не поверишь, у меня пять кофт в завязи. У меня было их три в завязи. Ну, то есть я покупаю пряжу, начинаю вязать, вот столько вот свяжу и откладываю. И вот у меня было последнее время три кофты в завязи. А после вот того, как мы тут с Настей чего-то снимали, да, вот, я пошла еще купила пряжу и добавила к тем, к трем еще две. И, ну, как бы, я прекрасно понимаю, что у меня нету совершенно вот времени ни на что это. Но мне очень хочется, было бы вам больше. Вот, скажи, у тебя есть, может быть, какие-то планы открыть свой какой-то бренд и все-таки что-то свое сделать? Это я все, знаешь, к чему? К какому стилю стиль, да, идеешь? На самом деле, путь жизненный немаленький и стили тоже пройдя. Менялись очень кардинально. Этника была когда-нибудь? Нет, этника была, наверное, как-то эпизодична. Ну, в смысле, как-то эпизодична на мне. Этника, хотя внешность у меня совершенно такая, какая-то, этническая, наверное, в ту сторону. Но папа у меня... Там нет. Нет, нет. У тебя внешность модельная, причем универсальная. Тебя хоть как? Ну, спасибо, конечно. Вы не поденешь, будет этника. Ну, мне почему-то кажется, что я... В Скандинавии будешь скандинавировать. Ну, я спросила себе, ну, что значит, ты в конце концов хочешь, дорогая, я уже? Ну, как-то что? Я поняла, что какой-то вот... Это не какой-то определенный, наверное, стиль. Это микс удобства и каких-то моментов. Я поняла для себя, что я не могу, не хочу носить короткие куртки. То есть, это должно быть что-то длинное, да, пальто какие-то с разрезами, чтобы из пальто торчало там какая-то юбка, из-под юбки там что-то еще торчало. То есть, вот такое какое-то... Это этника, не этника? Я думаю, что это просто твой индивидуальный стиль. Ты взяла лучшие из всех стилей, которые ты уже прошла в какой-то стиле. Ну, не смешала уже. И, в конце концов, родила свой стиль. Да, вот я вообще за оригинальность. То есть, велосипед уже придуман давно. Сейчас, наверное, сложно придумать велосипед в любой области. В дизайне, в стиле, фотографии где-то. Поэтому, очень интересно, когда ты что-то через себя пропускаешь и выдаешь то же самое, но со своим отношением. Вот это самое сейчас интересное. То есть, твой стиль – это индивидуальность. Твоя. Я надеюсь, да. Индивидуальность, надежда. Я надеюсь, что и так, да. Здорово. Ну, на самом деле, я тоже всегда к этому призываю. Но, ты знаешь, я недавно снимала стрит-стайм. Ну, то есть, я его периодически все время снимаю. И вот в последнее время все стилисты навяливали. Вот должно быть бежевое пальто. Знаешь, какая-то максмара с запахом. Вот так. Ну, эти пальто максмары нашили абсолютно все. От H&M до вот самих, по-моему, на машинке все. Вот. И, ну, конечно, максмары, да. Или начиная. Вот. И вот весь город, ты знаешь, вот в кадр входят одновременно два-три пальто, там, в разной ценовой категории. Это не важно. Но они все вот как клоны. Плюс еще, знаешь, вот эти белые кроссовки тоже. Типа мастхед. Ёлки-палки. Почему не бордовые? Почему не розовые? Почему не зеленые? Нет. Вот все. И как вот, знаешь, просто инкубатор. Я вот прекрасно понимаю, что с точки зрения стилистов они все одеты хорошо. То есть, модно. Так, как надо. Даже в тренде, может быть. Но, ёлки-палки, с точки зрения индивидуальности это просто ни о чем. Но, Марина, я думаю, что здесь это гораздо проще. Не каждый человек заморачивается, что ему надеть. Ну, не каждому это надо. Кто-то, как бы, работает у него весь в голове. Ему, как бы, вот что-то было прикрыто одеждой. Вот функционал какой-то. Ну, не каждый должен заморачиваться. Ой, подойдет мне вот это что-то. Когда есть правила, которые кем-то показаны, ну, это же удобно. Он правила взял, так, применился, побежал, купил и сам все справился. Ну, да. Уже, типа, одет со вкусом. И уже, как бы, современно и модно. Я считаю, что не придерутся, что это не в том времени. Это удобно. Это удобно. То есть, в принципе, это не так уж плохо. Я считаю, что это не очень, вообще неплохо. Если стилисты тенденцию дают интересную, светлую, да почему нет? Да пусть они в этих светлых пальто. Это же сразу как-то светлое пальто. Это дорого. Это наряд. На удивление, в городе стало очень много светлых пальто. Вот не было раньше. Да. Раньше все в черных пуховичках бегали. А сейчас смотрю и бежевенькие, и серенькие, и беленькие. Это, конечно, и можно порадоваться. Так что нормально, ребята. Все классно. Все классно. Я думаю, что, ну, как бы, удобно человеку. И хорошо, и светлые обувь тоже. Как ты сохраняешь такую потрясающую фигуру при наличии трех детей? Ну, и вообще, даже и без трех детей. Вообще, как, как можно быть такой стройняшкой? Слушай, ну, я думаю, во-первых, это гены, да. В любом случае, это... Я всегда была тонкой и звонкой. Ну, всегда. Когда человек, как бы, обычно тонкий и звонкий, и всегда, то... Да нет, можно и разожраться. Можно. У меня был такой период даже, вот... То есть ты... Да. Я же весной, вот, когда все, сидя на карантине, поправлялись, я же скинула общие, общие, 6 кг. Ну, потому что, как бы, когда ты привык, что ты тонкий и звонкий, и всю жизнь. И, как бы, думаешь, ай, чё, ты можешь там и на ночь путербродик съесть, и плюшки свои любимые какие-то, и как-то так расслабилась я, и... А возраст-то уже тот, что, как бы, там, движение уже замедляется, и стала оседать как-то в тех местах, в которых не нравится, и уже стало визуально и физически некомфортно. То есть ты вовремя заметила, что... Что-то пошло... Ну, я с правильным направлением. Ну, я думаю, что это не как бы в Городке период. Я думаю, да ладно, чё, да и так сойдёт, что там, свободненько надел, так чё-то. Ну, да, у тебя, тем более, одежда вся свободная. Да, а потом, как-то, думаю, ну, как-то, вот, мне не нравится эта история, и взяла в себя в руки... Что-то делать? Слушай, ну, исключила сахар. Исключила сахар и сдох. Я очень люблю. А молочко ешь? Да. Молоко, мясо. Ну, после мяса, ем, конечно же. Лучше. Я не то, что его люблю, я его... А, ну, я помню, мы же что-то ели. Да, да, я его ем. Сейчас же другая тенденция. То, сначала было несколько лет назад, что мясо не надо кушать, то сейчас уже все белки надо кушать, белки, 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 это вот. Поэтому, нет, я спокойно отношусь, прислушиваясь к твоему организму. Ну, просто ты много не ешь. Я так понимаю, ограничиваешься в объеме, а по смыслу особо и не ограничиваешь. Ну, только ограничила сахар, вот. И я сегодня тортик принесла. Ну, съела кусочек, конечно. Класс. Ну, жизнь же правила для того, чтобы нарушать ради каких-то интересных моментов. А после шести ешь? Ем. Я ем после шести, как бы, ну, вот, например, говорят... Ну, китайская, я думаю, тоже действительно, ты правила. Нет, я не ем, а в смысле, да, я не ворачиваю тарелку. Но творожок, например, какой-то, говорят, вообще можно есть хоть какой-то. Я пыталась пойти в зал, когда вот себя весной приводила. Но это вот какая-то вообще не моя история, честно. Что-то как-то мне некомфортно. Я сейчас в поиске комфортного чего-то. Но я человек какой? Я всегда ищущий человек. Что мне комфортно? Я пробовала на одни танцы, на другие танцы, на какое-то вот... На йогу еще не пробовала, может быть, попробую. Я всегда ищу, как бы, что мне... Должно быть комфортно и интересно. Интересно, да. Ясно. Ну, дорогие друзья, ответили на многие волнующие вас вопросы. Но я думаю, что так как мы будем записывать и другие наши видео, и Надежда будет высказываться, и, я думаю, раскрываться больше и больше. Вот. Спасибо огромное вам за ваши комментарии в адрес Надежды. Да. Было очень много комментариев вот после последних девичников. Да? Да. Значит, ты не читала? Слушай, ну, честно говоря, я тут то в одной поездке, то в другой. Кстати, хочу сказать, что у меня сейчас какой-то для себя новый проект. Да, я сейчас хочу поездить по России. То есть я это себе придумала еще до карантина. Вот. Что-то я решила, что у нас такая страна огромная, такая разная, интересная. Я хочу поездить. И... А сейчас я хочу не просто поездить туристом, а вдруг кому-то будет интересно меня пригласить поснимать контент. Там, или жизнь. Или там, я не знаю, что. Что-то делаете вы, чем живете. Вот. Я уже туда запустила этот запрос, как бы. По вселенной, да? Сейчас я тебе тоже предлагаю. Вдруг у нас какой-то родится интересный проект. Я только за, потому что... Ну, это здорово. Да. То есть ты можешь выехать в любой город России. Да. Да. Я более... Хочу как девушка. Открыто в любых предложениях. Творчество. Ну, это моя какая-то такая задумка, мечта. Не то, что мечта. Это осуществимое. Это такой план, что вот поездить именно по России в какие-то там интересные места. Для меня интересное место, это не обязательно какой-то большой город. Это может быть Анапа. Я могу в Анапе вот была, я найду в Анапе что там интересного и уникального. Потому что я смотрю широко, раскрыв глаза и стараюсь видеть красивое, интересное. На все. Да. И я в любом месте могу найти что-то такое для визуального эстетства, ну, такое греющее для себя. Здорово. Ну, что ж, Надежда, спасибо огромное за это интервью. Дорогие друзья, пишите свои вопросы. Мы в последующих видео будем отвечать, если они у вас есть. Надежда. А, спросят рост и вес. Рост у меня метр семьдесят четыре, сейчас у меня вес шестьдесят четыре, шестьдесят пять. Ай, стройняшка, стройняшка модель. Ну, на самом деле, не все должны в таком быть весе. Мы ходим в ресторан Баку обедать, там официант Ешак говорит. Женщин должно быть за что ухватить, а не косточки. Поэтому, на самом деле, должно быть гармонично вам. Да, главное психологическое восприятие себя, любовь к себе, вера к себе. Это нужно культивировать. Даша, если все вокруг тебе говорят обратное, то ты все равно должна. Нет, нет, нет. Знаешь, что, когда она с ней пишет, а я ей в ответ дам. Или ничего, или да, я такая, я красавица, я стройняшка. Это очень важно. Я идеальная. Посыл, и как ты себя ощущаешь? Ну, слушайте, ну, я думаю, что в нашем возрасте, ну, уже самодостаточность. Да, пора уже. Пора, пора. Ну, как огромный багаж у всех у нас жизненный. Помимо каких-то достижений, жизненный багаж, я думаю, что у всех. И это то, чем мы можем гордиться. Это то. И гордо нести этот опыт. Так что я думаю, что каждая должна. Не то, что должна, я не говорю слово «должна». Ну, будьте в гормону с собой. Это же так хорошо. Да. Лучше. Да. Ну, все, дорогие друзья, с нетерпением ждем ваших комментариев. Подписывайтесь на мой канал, на Инстаграм Белый. Я оставлю все координаты. И очень будем с нетерпением прямо ждать ваших комментариев. Благодарны за лайки, да даже и за дизлайки, за репосты этого ролика. И, в общем, увидимся совсем скоро в следующем видео. Пока-пока. Пока. Спасибо всем. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok